Обязательная фото и видеофиксация на экзаменах, упрощенная процедура, подтверждение водительского стажа и новый порядок восстановления прав. Сервисные центры МВД, а вместе с ними автошколы готовятся работать в новых условиях. Законодатель не оставил выбора курсантам и теперь независимо от их желания. Теорию сдавать они будут под камеры, а практику не менее чем за час. Роздача теоретичного испытания разбита на две частини. Это первая часть 10 хвилин на майданчику, а 20 хвилин по місту. Видеофиксация происходит с закреплением переносных пристроек в транспортном засобе. Что касается теоретического испытания, то засоби фиксации закреплены в классе. Дана информация сохраняется на протяжении трех месяцев. Максимально допустимый перерыв в навыках вождения увеличен до трех месяцев. При получении категории от БЕ до ДЕ подтверждение навыков возможно по любой из этих категорий. Если сдача идет по нескольким категориям, то экзамен проходит повыше из них. Обновили порядок восстановления утраченных прав. «Необходимо вернуться до будь-якого сервисного центра, который надает такие услуги. Собою нужно иметь паспорт гражданина Украины, доведение с кодом, при возможности за кордонный паспорт, чтобы вечно внести данные на латині, також діючу медичну доведку. И якщо особа в особи був викрадений в подсвечення водя, відносно неї було скворено злочин, то надати доведку щодо по факту звернення до правоохоронних органів». В сервисному центре напоминают, что первые права выдаются только на два года, а после водитель получает документ сроком на 30 лет с правом продления. Срок действия прав не зависит от возраста водителя.